В армянском контексте вообще это слово такого значения не имеет. Совсем. У Азербайджана страна полинациональная, а Армения страна мононациональная, и это почему-то плохо. Вот Исландия или Польша или Япония, это неплохо. Вот я не встречал таких сетований в Азербайджане по поводу того, что вот негодяи японцы, они еще более мононациональны, чем армяне или поляки, или там еще кто-то. А вот в Армении это плохо. Понятно, да, это потому что армяне. В результате для нас Дашнаки это просто представители определенной партии. Да, конечно. Плохая она, хорошая она. Здесь мононациональность Армении никак не может быть результатом естественных эволюционных процессов, как, скажем, в Японии или в Исландии. Здесь она как раз и результат этнических чисток. Здесь, конечно, деазербайджанизация достигла максимального пика, максимального варварства, небывалой жестокости. Так прикладывая руку на пистолет, вы считаете, что это обычная партия, вступает члены политической партии, надо на могиле прикладывать руку к пистолету, и это обычная партия, это же клятва отомстить. Вы не понимаете, что это клятва? Недавно на заседании Национального собрания премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, цитата, «Армения должна заявить, что не только не имеет, но и никогда не будет иметь каких-либо территориальных претензий к соседним странам». Конец цитаты. Территориальные притязания Еревана, основанные на идее о так называемой Великой Армении, являются в армянском обществе столь массовым явлением и столь очевидным фактом для соседней Армении, что сам премьер-министр этой страны обращается к своим согражданам с призывом «Одумайтесь! Если мы дальше хотим нормально жить, мы должны успокоить окружающее нас государство и отказаться от территориальных претензий». Однако один из самых известных в Армении и России политологов, директор Института Кавказа Александр Искандарян, в упор не видит этих тенденций. Более того, он называет территориальные претензии Армении к ее соседям выдумками и азербайджанским мифотворчеством. Эту мысль он на разные лады в течение часа доказывает в интервью ведущей армянского радио FM106.5. Так Искандарян изо всех сил пытается убедить аудиторию, что термин «Великая Армения» должен рассматриваться исключительно в историческом контексте, а не как идея, на которую опираются армянские националисты, мечтающие о расширении жизненного пространства для армян. Искандарян также утверждает, что Дашнакцутюн является безобидной политической партией и что мононациональность Армении – безобидный демографический факт. Мы решили ответить на данное интервью, потому что искажения фактов со стороны таких известных медийных личностей, как Искандарян, дорого обходятся армянскому обществу. В Армении нужна перестройка сознания. Иначе призыв Никола Пашиняна просто не будет услышан. А это значит, что мир на Южном Кавказе по-прежнему будет под угрозой. Разобраться в словах Искандаряна с точки зрения политики и истории нам согласился помочь известный политолог Фуад Ахундов. Итак, первая часть нашего видео касается утверждения о том, что «Великая Армения» – безобидная историческая концепция. Есть такой миф, дискурс, что армяне плохие, они первыми напали на Азербайджан. И это как бы часть всеармянского плана о Великой Армении. Понятие о Великой Армении у нас, в принципе, есть. Но если вы спросите, на мой взгляд, у простого армянина, что такое Великая Армения, он начнет вам рассказывать про историю. Конечно. Действительно, если вы спросите армянина на улице, что такое Мецхайк в Великой Армении, он вам скажет, что это одно из царств, которое существовало в Древней Армении. А, собственно, почему только в Великой Армении? Да, была еще Малая Армения, была еще Сафена, была еще Каппадокия, скажет он, была еще Килике, да, несколько позже. То есть он будет перечислять вам царства, которые существовали в Древней Армении. Насколько, каким образом они существовали, когда они существовали – это другой разговор, он может этого даже и не знать. Но он это в учебнике истории видел. В азербайджанском контексте тут слово «великое» выловлено, и из этого создан, значит, миф о том, что Великая Армения – это не исторически армянское государство. Да, азербайджанцы могли бы сказать, что вот его не существовало, это вранье, все это армяне придумали, написали, это все, это 18-го века, бог с ним. Нет, Великая Армения – это система планов какого-то армянского центра или там Армении на расширение своей территории за пределы собственно армянского государства. И там называют разные варианты от моря до моря там и так далее, и так далее. То есть Великая Армения – это не исторический артефакт, а это вот эти самые планы по расширению. В армянском контексте вообще это слово такого значения не имеет, совсем. Я, конечно, удивлен, потому что существует огромное количество и статей, и карт. Есть карта Айвазиана, она доходит до Каспийского моря, и там вы видите Бакуракерт, над чем мы всегда смеялись. А про Великую Армению писали все. Т. Петросян, президент, говорил, что надо прекратить говорить о Великой Армении. Самый важный урок прошлого – это реальность. Мы должны воспользоваться им. Необходимо забыть об идее Армении от моря до моря. Страна от коры до араза. Об этом в интервью армянскому телеканалу сказал первый президент Армении Ливон Тер Петросян. В армянском контексте вообще это слово такого значения не имеет, совсем. Посмотрите, что даже этот молодой человек говорит, что на Кавказе нет такой ультра-нациалистической, шовинистической страны, как Армения. Даже он это признает. Те, кто предан идее Армении от моря до моря, те, кто сегодня выходят на площади, кричат, что мы заберем у Турции западную Армению. Заберите весь ваш род туда, поедьте туда. Умрите от пули турок. Это поколение, этот народ больше не может отдавать людей в качестве мучеников ради кого-то, ради какой-то национальной силы, ради каких-то лжецов. Кто бы они ни были, хоть Дашнак Цутюн, хоть Крайний, Сосна Царет, кто бы они ни были, никогда больше. Наступает время мира, будет мир, и мир будет сохраняться. 200 лет, как нас заразили этими националистическими пустыми мыслями, и до сих пор мы живем ими. Назовите хотя бы один ультра-националистический народ в нашем регионе, кроме нас. И поэтому мы до этого докатились, до этого мы докатились. Вот уже сто лет продолжается эта неправая борьба. Вы приняли идеологию рядовых террористов, сделали из нее национальную ценность, и считаете, что вы армяне, что таков образ армян. Хватит уже, хватит. Поймите, что эти идеи, которые распространяют определенные силы, эти идеи, шовинистические. И каждый армянин любит слушать такие вещи. Каждый, если сейчас ты выйдешь, например, на улицу и спросишь, вы согласны, чтобы Армения была восстановлена от моря до моря? Конечно, 99,9% все скажут, да, потому что ты не можешь сказать нет, я не согласен. В армянском контексте вообще это слово такого значения не имеет, совсем. Вот нынешний руководитель Армении, один из руководителей, спикер парламента Ален Симонян, говорит, что предлагаете, вечную войну, войдем в Сосун, войдем к Мушу, да, Армения от моря до моря, господин Скандаря, вот он говорит, Армения от моря до моря, Ален Симонян тоже армянин напоминает, не азербайджанец. В армянском контексте вообще это слово такого значения не имеет, совсем. И вот теперь премьер-министр Пашиня, посмотрите, что он говорит, одумайтесь. Это он обращается к парламенту своему, то есть к народу фактически, к стране. Если мы дальше хотим нормально жить, мы должны успокоить окружающее нас государство и отказаться от территориальных претензий. Минуточку, господин Скандарян. Вы же говорили, что это Азербайджану мерещится, что у Армении есть план на расширение своих территорий, да? Это результат азербайджанского мифотворчества. Что получается, что и Турция занимается мифотворчеством, да, и Грузия, Пашинян говорит такое, да? В противном случае Пашинян не обращался бы. Значит, окружающие вас соседи, непонятно зачем, непонятно почему, беспокоятся о ваших территориальных претензиях, да? Если Пашинян говорит, что надо успокоить, значит беспокоится. Так это беспокойство, вы считаете, плоды мифотворчества азербайджанского, грузинского мифотворчества и турецкого мифотворчества. Коран у вас тоже есть претензии, но их пока вы их законсервировали. Так что картина, описанная вами, прямо противоположна той, о которой во всяком случае даже премьер-министр, и бывший президент Тарпетросян, и тот молодой человек. И обратите внимание, молодой человек говорит, что Армения самая ультра-националистическая страна на Кавказе. То есть она на Кавказе, другие страны не утренна. То есть это тоже косвенно признается, да, что эта страна имеет территориальные претензии. Или от моря до моря вы говорите, что это невелико. Это что, Малая Армения? От моря на море это Великая Армения. И вы говорите, от моря до моря, и Тарпетросян говорит, от моря до моря, и этот молодой человек говорит, от моря до моря. Это и есть Великая Армения, это и есть территориальные претензии. Именно поэтому премьер-министр Пашинян призывает успокоить соседей, прекратить причем. Смотрите, что он говорит. Армения должна заявить, что не только не имеет, но никогда не будет иметь каких-либо территориальных претензий к соседним странам. Или, по вашей версии, в Армении просто говорят об истории, просто говорят о Великой Армении, а окружающие у вас страны, все вместе хором, беспокоятся. Потому что у них там развито мифотворчество, в Азербайджане – азербайджанское мифотворчество, мифотворчество в Грузии – грузинское мифотворчество, в Турции – турецкое мифотворчество. И вот в результате этого мифотворчества почему-то они беспокоятся. А ваш премьер-министр почему-то говорит, что надо успокоить эти страны. Все во главе с премьер-министром, все ошибаются. Истинно у вас, да? Это просто исторический термин, это просто безобидная историческая терминология. И в Армии ни у кого нет никаких территориальных притязаний. Никому из соседей. Нет. Ситуация такова, что вы не только у Азербайджана хотите Карабах, и Нахчеван, кстати, вы хотите. У вас претензии к Грузии, так называемой Девахете, такое название интересное, непонятно откуда взятое. Вы официально обратились, официальным письмом обратились к грузинскому правительству и вернуть, как там написано, армянской апостольской церкви 442 грузинской церкви. То есть вы не только на нашей албанской церкви претендуете, в Азербайджане на албанской церкви претендуете, в Грузии на грузинской церкви претендуете, в Турции опять-таки претендуете на албанские. например, Ахтамары, Талбанской церкви. Я не говорю, что в Грузии, в Турции и в Азербайджане нет армянской церкви. Есть, конечно. Но в Грузии и в Азербайджане они появились после того, как сюда был в 15 веке, переехал из Вагаршапата в так называемый Ачмиадин село Ючкелься. После этого начали строиться армянские церкви. Но все, что до этого, это, конечно же, древние церкви, они, конечно же, никакого отношения к армянской церкви не имеют. В армянском контексте вообще это слово такого значения не имеет. Совсем. То есть термин Великая Армения, он идет от моря до моря. Это все придумано в Армении. И карты эти придуманы очертиванием в Армении. Поэтому естественная реакция азербайджанцев, что когда говорят, что в чем проблема, проблема в том, что есть силы, которые хотят восстановить Великую Армению. И все эти методы этнических чисток делают для того, чтобы для создания какого-то жизненного пространства, где преобладало бы армянское население на мусульманские. Поскольку, как вы помните, они были переселены, говоря словами великого поэта Грибоедова, который был, будучи послом Российской империи, занимался переселением армян, он говорил, что они размещены на землях помещичьих мусульманских. И он тогда говорил, а это он писал императору Российской империи, что мусульмане ропчут, и ропчут основательно, потому что боятся, что они из безземельных пришельцев навсегда завладеют ихними землями. Вот слова, как видите, пророческие, действительно завладели многими землями. И сегодня мы имеем республику Армения, там, где никогда не было Армения. Но тем не менее, у Азербайджана нет территориальных претензий к Армению, это просто история. Что касается Великой Армении, то попытки ее создания и приводят к этническим чисткам, о которых мы всегда говорим. Во второй части видео мы разберем утверждения Скандаряна и ведущий, которые не видят ничего необычного в моноэтничности Армении. В Азербайджане страна полинациональная, а Армения страна мононациональная, и это почему-то плохо. Вот Исландия или Польша, или Япония, это неплохо. Вот я не встречал таких сетований в Азербайджане по поводу того, что вот негодяи японцы, они еще более мононациональны, чем армяне или поляки, или там еще кто-то. А вот в Армении это плохо. Понятно, да, это потому, что армяне. Япония и Исландия – это острова. Они с четырех сторон окружены морской стихией. Там за тысячи километров людей нету. Только одни рыбки плавают, понимаете? А Армения с четырех сторон окружена четырьмя политническими государствами – Азербайджаном, Грузией, Турцией, Ираном. Здесь не то, что соседние села здесь. Здесь соседние села говорят на разных языках. Это один из самых сложных политнических регионов на земном шаре. И здесь мононациональность Армении никак не может быть результатом естественных эволюционных процессов, как, скажем, в Японии или в Исландии. Здесь она как раз-таки результат от этнических чисток. Ведь на земном шаре нет второго такого государства, где, во-первых, с лица земли стерты вся азербайджанская архитектура. Оставлена только одна голубая мечеть в Ереване, в центре Еревана, которая, кстати, принципиально, постоянно повторяется, что она не азербайджанская, а персидская. Знаете, я как-то на это ответил, что тогда в центре Баку стоит церковь не армянская, а русская. Потому что логика у них такая, что тогда Азербайджан ходил в составе Персии, тогда была Персия. Но я тогда скажу, что когда армянская церковь была построена, тогда была Россия, Российская империя. В 1871 году, если я не ошибаюсь. Уничтожена вся азербайджанская архитектура. Переименованы, переименованы все, абсолютно все топонимы и гидромимы. Но где это видно? Вы знаете какую-то такую страну? Естественно, изгнано все, абсолютно все азербайджанцы. Ни одного азербайджанца не осталось. Об этом мечтал только Гитлер. Он хотел тоже, говорю, помните, собирался переименовать города, разрушать собирался такие красивые города, как Париж, Ленинград, Прагу, Краков. Собирался, но не разрушил. Армянам это удалось, они разрушили. Он тоже мечтал ОМОН национальной Германии, но не добился этого. Армяне добились МОН национальной. Понимаете? Нет другой такой. А вся, значит, вся азербайджанская архитектура разрушена, а вся албанская архитектура называется сейчас армянской. Вот Мамай прошел, мы говорим всегда, Мамай прошел, Мамай прошел. Вот Мамай прошел по России. Вы посмотрите на Золотое кольцо. Весь цвет российской архитектуры, они же сохранили. А где вы уничтожили не то, что Ереван средневековый прекрасный шедевр, Ереванскую крепость и дворец Сардара, который назывался лучшим зданием на Востоке. Так вы еще и в Карабахе повторили все то же самое. Из всех 67 мечетей остались только две. Мамай прошел, это был символ варварства, но он сохранил российские церквушки. Еще раз говорю, посмотрите на Золотое кольцо. А кто же здесь прошел? Всего за 30 лет из 67 мечетей сохранились всего две. Всего две господин Скандарян. Ведь по кирпичкам ни одного гвоздика не сохранили. Как саранчан обросились, раскулачивались, продавать все, окна, двери, унитазы. Это население веками наживало. Такого в истории человечества не было. И эта территория равна территории Ливана. Вы представляете, сейчас территория равная Ливана лежит вся в руинах. И Азербайджану предстоит это все восстанавливать. И вы говорите, это почему-то плохо. Вот так и армяне, так и в таком состоянии была и Армения. Еще раз повторяю, это неплохо. Это сказать варварство, это значит не сказать ничего. Вот что пишет армянский ученый Каркадян, который, кстати, на него ссылал другой армянский ученый Лалаян. По статистическим данным 1916 года в Ириванской губернии проживало 373 582 азербайджанцев. Так вот, в своих исследованиях Аркадян показал, Завенк Аркадян, показывал, что на момент установления советской власти в конце 20-го года, то есть всего лишь через 4 года, в Арадской республике осталось не более 10 тысяч человек. Представляете, господин Искандарян, не более 10 тысяч человек. И он точно статистически приводит результаты исследований. В результате проводимой исследований Арадской республики геноцида азербайджанцев в Ириланском Харониме в 1918-1920 годах были убиты около 130 тысяч азербайджанцев и около 240 тысяч азербайджанцев превратились в беженцы. Это всего за 2 года. Вот откуда получается цифра в 10 тысяч оставшихся азербайджанцев. И это еще мы не говорим про то, что до 1916 года, после переселения армян в пределы России, о чем вы любите говорить, то, как заметил Грибаидов на землях помещенных мусульман, они начали выдавливать. То есть до 16-го течения столетия тоже шло выдавливание населения. Но вот зафиксировано армянским ученым именно в 1916 год. Еще раз повторяю, из примерно 380 тысяч осталось всего 10 тысяч. Вот как Армения стала мононациональной. И вы это говорите, почему-то это плохо. Это не плохо, господин скандаряна. Это даже трудно подобрать какие слова. И наконец был даже указ Сталина о переселении азербайджанского населения Армении в Азербайджан. Обратите внимание, мы привыкли, что в советское время было много сталинских указов о переселении чеченцев, ингушей, крымских татар. А здесь речь не идет о переселении азербайджанцев. Здесь лишь азербайджанцев, проживающих в Армении. То есть азербайджанцы, проживающие в Азербайджане, в Грузии или Дагестане. Это не касается. По-русски это называется очистить Армению от азербайджанцев. УК 48-го года. Вернее, 47-го, 23-го декабря и так далее. Родилась в образованной семье. Несколько раз становилась вынужденной беженкой. Заслуженный учитель Армянской СССР. Член 19-го Всесоюзного Съезда Учителей СССР в 1968 году. Адурова Шаргия. В 1968 году я была участницей Всесоюзного Съезда Учителей. Помню, как с делегацией учителей встречался сам Микоян. И со мной он разговаривал. А я знал о армянске не хуже него. Вот он и подумал, что я тоже армян. На той встрече он с удовлетворением заявил, как они смогли выселить тюрок из Армении. Он сказал, сейчас место у нас, у армян, то есть, вдоволь, и все будет еще лучше, как только Карабах будет наш. Я была удивлена, услышав его слова. Потом он попросил наши бумаги для памятной записи. Спросил моего имя. Услышав его, спросил, не азербайджанка ли я. Я ответила, что да, азербайджанка. Мы по-армянски говорили. И он, трясущей рукой, написал на моем удостоверении для дорогой Шаргии на добрую память и подписался. Представляете, еще тогда, в 1968-м, Микоян во всеуслышание перед участниками съезда учителей заявил о депортации азербайджанцев из Армении и взятии Карабаха. Земли Азербайджана до Кюрдамира, включая Карабах, наши, говорил он. А в завершении всего, последние азербайджанцы, 200 тысяч, более 200 тысяч азербайджанцев было изгнано просто очередной, в очередном этапе геноцида было изгнано насильственно из Армении в ноябре 1988-го года. Причем сразу после того, как Верховный Совет Азербайджана обратился в Верховный Совет Армении, то есть парламент Азербайджана обратился в парламент Армении с требованием предоставить азербайджанцам, проживающим в Армении, точно такую же автономию, как мы предоставили армянам, проживающим в Карабахе. И буквально через день по всей Армении одновременно начали убивать и изгонять азербайджанцев. Было убито 242 азербайджанца. Вот так завершилась та самая моно-национальная Армения, которую вы пытаетесь сравнить с Японией, с Исландией, еще неизвестно с кем. У вас даже когда в 1988-м году шли митинги, в центральных московских газетах писали, что академик и тогда звучал очень гордый, и сейчас звучит гордый, академик Армянской академии наук на площади, театральной площади, говорил, что у нас представилась уникальная возможность очиститься от азербайджанцев. И вот буквально через несколько дней после этого академика начались в одно и то же время погромы по всей Армении. В результате через три недели не осталось ни одного азербайджанца. Было убито 242 азербайджанца. Вот как стала она мононациональная. А чуть позже Терпетросян, когда стал президентом, он сказал, что Армения самая стабильная страна в Советском Союзе. Хорошо получается, да, вот в многонациональной Грузии, в многонациональном Азербайджане нестабильно. Там можно поднимать национальные меньшинства и проливать кровь. А вот вы избавились. Нет азербайджанцев, нет проблем. Прекрасно. И вы это тоже называете почему-то плохо? Тут уместно вспомнить о Гаригин Нжде. Он не коллаборационист. Его Германия взяла на службу в 1940 году. То есть еще до начала Великой Отечественной войны, когда, так скажем, Армения вступила также в войну. Он стал агентом СД. А согласно Нью-Люберского процесса не только члены СД, но и их агенты СД, какими являлся Гаригин Нжде, являлись военными преступниками. Поэтому у вас ставят памятник военного преступника. И вот на что я хочу обратить внимание. Вы называли Андраника, вы называли Нжде. Чем они прославились? Они славятся тем, что они осуществляли этнические чистки, даже в этом фильме показывает, что он шел освобождать азербайджанские села. В армянском Зангезуре кто скажет мне, сколько здесь деревень с турецким населением? Их чуть больше 200 командир. Мы освободим эти деревни и да поможет нам Десниться Вагна. Вперед! От чего он шел освобождает? От мирного населения? Это тоже показатель того, что у вас в Армении считается героизмом. То есть человек, который убивал мирное население, является героем. Господин Скандарин, вы должны опомниться. Я думаю, что вы понимаете, вы все-таки ученый человек. Понимаете? И еще один факт. Почему мы на параде показали целый проехал машины с огромным количеством армянских номеров, из которых было сложено слово Карабах Азербайджан. Мы это не просто так сделали. Мы показали разницу. Ведь мы тоже говорили освобождали. Сейчас мы говорим освободили. И вы говорите освободили. Для любого непонимающего суть конфликта человека достаточно посмотреть на то, что вы демонстрируете. Мы продемонстрировали эти номера. А вы умудрились продемонстрировать в Карабахе. Выставили из номеров гражданских номеров легковых автомобилей несчастных беженцев, которые бросили машины и убежали. Вот тех самых территорий, тех самых деревень и городов, которые стерли с лица земли. я сам при посещении оккупированных территорий видел несколько заржавевших машин, которые по-прежнему стоят. Их раскулачили. Видимо, они не заводились, нельзя было везти, но их раскулачили. Так же, как по кирпичику разобрали дома, так же эти машины разобрали по колесикам, по винтикам, по шпунтикам. остались только корпуса. До какого нужно дойти ума, каким нужно обладать умом, чтобы снимать номера с этих гражданских автомобилей и выставлять на стенде, то есть показывать фактически, от чего вы освобождали эти территории, от мирного населения, поскольку это машины мирные. А мы вам ответили номерами машин, снятых с армянских военных автомобилей, на которых написано Министерство обороны Армении. Вы понимаете разницу господина Аскандаряна? Мы оба говорим освободили. И вы говорите освободили, мы освободили. Но вот сейчас видно кто от кого. Мы освобождали от вооруженных сил, от экспедиционного корпуса вооруженных сил Армении, который оккупировал 20% территории Азербайджана. И вообще ваша мононациональность, мне понравилось выражение армянского ученого, как он назвал это деазербайджанизация, деазербайджанизация. Вот Армения стала мононациональной благодаря процессу деазербайджанизации, начало которое зафиксировал Грибоедов, который собственно говоря и начал переселять первых армян на Кавказ. То есть как он только переселил армян на Кавказ, о чем вы почему-то стараетесь умалчивать, то он сразу же зафиксировал процесс выдавливания, вытеснения армян. Но вытеснялось не только население в этот момент, в этот момент разрушалась еще и азербайджанская архитектура, что тоже можно смело назвать деазербайджанизацией. И прекрасный дворец Ириванского Сардара, который считался красивейшим зданием на востоке. Эти разрушения достигли такой степени, что даже уже пришлось ученым России обращаться к Николаю Второму царю с просьбой восстановить. Я даже могу процитировать академика Марра, он возглавлял эту комиссию, как он это сформулировал. Престиж России как западной цивилизованной страны требует того, что если нельзя ее именем ничего творить славного на восточном культурном окраине по части культурных предприятий, то по крайней мере не бесславить ее как разрушительницу. Такое требование чести лишь усиливается нахождением памятников пунктов со значительным мусульманским населением, то есть горе дерева не он имел ввиду, причем в ближайшем соседстве с Персией и с Турцией. Бережное отношение в частности к Сардарскому дворцу диктуется памятью о русском императоре Николай I, который в 1837 году побывал в Ереване и оставался в Сардарском дворце, и русском писателе Грибоедове, комедия которого «Горе от ума», единственный раз прожизненно с его участием была поставлена тоже в Сардарском дворце. И что же получилось? Он фотографии Ермакова, скорее всего Ермакова, уже вместе со своим докладом положил на стол Николая II, и Николай II распорядился в 1912 году распорядился о восстановлении дворца Сардара и вообще Ереванской крепости. Но, к сожалению, через год началась Первая мировая война, и не то, что восстановить не удалось, но уже при Советском Союзе в 1964 году все эти строения пустили под нож бульдозера. Естественно, все это мы абсолютно с уверенностью можем сказать, что делалось под патронажем Микояна, Анастаса Микояна, который был даже в то время вторым человеком в Советском Союзе. В Японии как жили японцы, так и же продолжают жить. В Японии как строили архитектуру, так и историческая архитектура сохранена. В Японии как называли населенные пункты историческими названиями, так эти исторические названия сегодня сохранены. И, собственно говоря, японцев никто никуда не выгонял, они как жили, так продолжают жить, и никто к ним никого не переселял. Противоясь этому, что произошло в Армении? Армения была Азербайджаном, Азербайджанским построена армянская архитектура. Все исторические названия были изменены на новые армянские названия. Все, абсолютно все. И, наконец, все азербайджанцы до последнего были оттуда изгнаны. Таким образом, Кариеванское ханство переселяет армяне и начинаются процессы выдавливания азербайджанцев, разрушения архитектуры, изменения названий топонимов и концентрационного изменения названий страны Армении. Она стала называться Арменией. Хотя Армении здесь никогда не было. Вот такая вот разница между Арменией и Японией. Зря вы это сравниваете. Между Арменией и Японией такая же разница, как отсюда до Луны и обратно. Нечего было это проводить, это сравнение. Именно поэтому, господин Искандарян, вы нигде не встречали такое, что вот такие японцы, как вы сказали, такие нехорошие японцы, они еще более мононациональны, тем армяне. С Японией все в порядке. А вот в Армении произошло небывалый в истории человеческий геноцид. Небывалый. Я не знаю такой второй страны, где уничтожена вся архитектура, переначена вся архитектура, кстати, переначены все названия, исторические, историческая архитектура, исторические названия, и все люди изгнаны огнем, мечом, убийствами. Я такого геноцида нигде не видел. И вам бы, как яркому представителю армянской элиты, можно было бы взять пример с академиком Марра, который тоже говорит, что Россия цивилизованная страна. Вы должны тоже сказать, что мы Армения цивилизованная страна, и нам стыдно уничтожать азербайджанские мечети, что бы нам натворили. Давайте принесем извинения. Я не прошу встать на колени, как в свое время сделал Виллебранд, Что вы натворили? Вы уничтожили всю архитектуру. Азербайджан, территория равной Ливана, лежит в руинах. Вы изгнали от миллион беженцев. Миллион беженцев хотели вернуться. После освобождения выяснилось, что ни одного живого дома не осталось. Люди держали ключи, что вернемся в свои родные дома. Ключи остались, а домов нет. И это сделали не инопланетяне, а армяне. Знаете? Поэтому как арменист моннациональный, так моннациональный стал и 20% территории Азербайджана, нашего Карабаха. И он таким же стал моннациональным, как и Армения. Просто сейчас уже 21 век, мы все это зафиксировали. Вскрыть этого не удастся. Тезер азербайджанизации условно разобьем на несколько этапов. И вот первый этап можно назвать этапом при царской России, то есть 1828 года, когда началась царская Россия переселять армян на Кавказ, где никогда Армении не было. И до 1918 года, когда Армения стала независимым государством. Как я сказал, были слова давления азербайджанцев и разрушения азербайджанской архитектуры. Второй этап это этапы независимости Армении 1918-1920, то есть этап управления дашнакского правительства в Армении. Здесь, конечно, деазербайджанизация достигла максимального пика, максимального варварства, небывалой жестокости, учитывая те цифры, которые мы привели. Представьте себе, что за два года правления дашнаков им удалось убить 130 тысяч азербайджанцев, то есть 40% того населения, которое показывали выше цифры армянских ученых. То есть из 340 тысяч 130 тысяч они убили, 240 тысяч изгнали. И вот в этот период приходится тот фрагмент фильма, который мы показали, где Гарегин Эжде говорит, сколько нам пойдем освободим 200 сел. Вот так они освобождали огнем мечом. Это был самый настоящий геноцид азербайджанского населения. В результате правления двухкатичного правления дашнаков трудно себе представить. Осталось всего 10 тысяч азербайджанцев. Следующим этапом можно назвать советский период деазербайджанизации. 1920 год установления советской власти в Армении и 1988 то есть начало Карабахского движения. И за это время, как я сказал, подножек бульдозера опустили всю Ереванскую крепость, то есть если даже Николаю Второму удалось убедить Николая Второго в необходимости восстановления архитектуры азербайджанской и он подписал указ, но он и не выполнили, так армянам удалось во главе с Микояном добиться полного уничтожения. в 1964 году под нож бульдозера была опущена вся Ереванская крепость, 800 зданий, более 800 зданий. И последний этап, а и самый главный указ Сталина, приходится тоже на этот этап, 1947-48, два указа Сталина 1947-48 года, а депортация азербайджанцев из Армении. И наконец последний четвертый этап, это начало движения за присоединение Нагорных Карабах к Армении 1988-89. Тогда, поняв, что над нациалистическим движением нависла угроза и стал вопрос азербайджанцев, проживающих в Армении, которых гораздо больше, чем проживали армян в Карабахе, тогда в течение трех недель Армения была очищена от азербайджанцев. А если совсем точнее, то две недели их убивали в Армении, а третью неделю они погибали от мороза, 49 человек погибло только в пути, потому что они практически босиком бежали через горы в Азербайджан. Таким образом, за три недели было убито 242 азербайджанца. меня избили переломали ноги отобрали все, что было только ребенка оставили. Кюнать мою убили. Калатки у меня нет. Я так пропаду. у меня пропало трое детей, я не знаю, что с ними. Совсем не разбросаны по дорогам. Никто не знает, где наши дети. кто-то прямо из школы убежал, кто-то из института, кто-то с завода. Все разбежались. Найти никого невозможно. Даже неизвестно, живы они или нет. И тут примечательно, что совсем на днях в Дилижане премьер-министр Пашинян собирал каких-то активистов и произошло примечательное событие. Я бы сказал, это, по-моему, впервые, когда депутат Армении Гурген Арсениян, говоря об религии армяно-азербайджанских отношений, сказал, что самой большой ошибкой было очищение Армении от азербайджанцев в конце 80-х годов. Он имел в виду этот самый эпизод, когда за три недели Армения осталась без единого азербайджанца. Но это, как я сказал, связано с тем, что наш парламент обратился к парламенту Армении с предложением дать азербайджанцам, проживающим там, в Армении, такой же статус, как армян в Азербайджане. В противном случае мы предлагали аннулировать тогда и статус автономии армян на Горном Карабахе. Вот так вот, вот такая вот мононациональность. В третьей части видео мы поговорим о том, почему Искандаряна, ведущие, не могут утверждать, что Дашнак Сутюн безобидная политическая партия. В результате для нас Дашнаки это просто представители определенной партии. Да, конечно. Плохая она, хорошая она, разные армяне думают по-разному, но называть там Степана Шаумяна Дашнаками, это в армянском контексте, это безумно смешно. Но на самом деле не нужно смеяться над тем, что говорят, когда азербайджанцы так называют, потому что они другое имеют в виду. Плевать они, хотели на политическую. Во-первых, эту политическую партию они воспринимают как тоже какой-то тайный орден, террористическую организацию. Я не знаю, что это такое. Опять же, называя те акции, которые совершались в 70-х, 80-х годах. Вот недавно, когда я увидел опять-таки в сети интервью армянского общественного деятеля Онника Кардашьяна, он и писатель там уже, другому армянскому представителю, по-моему, блогер известный. И когда я увидел, когда он рассказал, увидел, что он рассказал, я, честно говоря, был немножко шокирован тем, что он практически процитировал документ столетней давности. То есть, он когда рассказывал, что в Карабахе ему как-то один боевик, или Дашнак сказал, что я убивал людей ударом камней об голову, таких я убил 80 человек, я сразу же вспомнил документ, причем, исторический документ, написанный армянским историком, она это Лалаян, то есть, она цитировала документ слово в слово, я хотел бы его процитировать. Но прежде чем он процитировать, я хочу обратить ваше внимание, что он говорил о том, что это было делать несложно. Сложно было только в первом случае ударить по голове камнем. А дальше уже, когда проноровишься, я уже знал, и он рассказывал, что, в принципе, когда собирались на посиделках армянские вот эти террористы, они все хвастались, кто сколько убил азербайджанцев, и как, с какими зашленностями это все он делал. Мой водитель, он был оттуда, я его называю телохранителем, 80 азербайджанцев он убил там, камнем брал за голову, бил, разбивал. Я спрашиваю, как ты это делал? Он сказал, что первый раз очень трудно, не знаешь, как бить, чтобы разбить голову, сразу не умирает. А потом, если наловчишься, можешь много так убить. Приведу несколько цитат. Анаит Лалаян, это армянский историк, который писал о периоде правления Дашнакского правительства в Армении в 1918-1919 годах, как они уничтожали азербайджанское население, то есть, как они совершали этнические чистки для того, чтобы создать какие-то территории с преобладающим армянским населением. Она пишет, «Ларварское отношение Дашнаков к азербайджанскому населению в Армении наиболее ярко выражено в высказываниях самих Дашнакских героев». Цитата. «Я уничтожил татарское население в Басар-Кечаре. Не разбираюсь ни в чем. Иногда жалеешь пули. Самое верное средство против этих собак – это после боя собрать всех уцелевших, переполнить ими колодцы и сверху давить тяжелыми камнями, чтобы их не было больше на свете. Я продолжал бандит. Так и поступил. Собрал всех мужчин, женщин, детей и покончил с ними, набив камнями колодцы, в которые они до этого были мной брошены». Статья «Революционный восток», номер 33, 32 и 3, 1936 года, страница 101. Как видите, ничего не изменилось. Прошло сто лет, а методы остались те же самые. Вот этот документ красноречиво подтверждает и доказывает, от кого освобождали Армению, как говорил Горегин Нжде в предыдущем кадре. Видите, он говорит, что после боя я собрал женщин, стариков, детей и забросал камнями. Он фактически в этом документе доказал, с кем он вел бой. С женщинами, стариками и с детьми. Вот он их собрал, причем он экономил пули и уничтожал их не пулями, а камнями. Забросал в колодцы, что и требовалось доказать. Вот оно освобождение, вот она дезарботизация, вот почему Армения стала мононациональной. Вот эта статья и показывает, что нет, Дашнакская партия стоит особняком. То есть Дашнакская партия, которая правила Армения, она именно благодаря ее этническим чисткам, ее целенаправленному, она прямо пишет арменизации, территория Армении, арменизации, то есть она приводит документы, как они уничтожали азербайджанские села. Так же, как об этом писал и говорил и Карегин Нжде. Приведу несколько цитат. В 1918-19 годах, пишет Лая, «Дашнакское правительство бомбардировало мирное население азербайджанских и курских деревень под предлогом невыполнения государственных требований». Это цитата в кавычках. А в 1920 году, после подавления майского восстания, Дашнаксуцун бомбардировал азербайджанские и курские деревни и убивал мирных жителей под лозунгом «Мусульмане – наши враги». Это тоже цитата. Здесь я бы хотел подчеркнуть, что когда начиналось движение националистическое в Карабахе и в Армении, в той самой Армении были, я видел фотографии Комитета государственной безопасности с большим лозунгом «Турки, мусульманские собаки вон из Армении». Вы посмотрите, как это перекликается. Это, опять-таки, линия Дашнакской партии. Дальше еще одна цитата. «Начальник башгернинского отряда подполковник Мелик Шахназаров, получив санкцию из центра со своими Дашнакскими головорезами, сравняли с землей много десятков азербайджанских сел Башгернинского района, убили женщин и детей, молодых и стариков, разграбили их имущество. Занги Басар нами занят», пишет некий Дашнакский деятель. В своем письме главе Дашнакского правительства Агаджаньян, 21 июня 2020 года. «Эта страна так богата, обратите внимание, эта страна так богата, что она в состоянии перекрыть наши долги в несколько раз. Уже два дня, как здесь совершаются невиданный грабеж, забирают пшеницу, ячмень, рис, самовары, ковры, деньги и золото». Это цитата, она и приводит цитату из документов Дашнакского правительства. «Этот Дашнакский мародер, пишет Лалаян, предлагает забирать в руки правительства все награбленные богатства, не брезгая никакими средствами. Некий мурадян, воспевая в восторженных тонах бандитские действия Дашнакского правительства, выразившийся в разрушении азербайджанских деревень, северных берегов озера Гёйча, отметил, цитата, «благодаря мероприятиям нашего правительства, то есть Дашнакского правительства, поясняет она Лалаян, мероприятиями нашего правительства население этих сел Тохлиджа, Ахбулах, Орданыш и другие покидало границы Армении. Население этих деревень оставляло громадные посевы картофеля и ячменя». Дальше пишет Лалаян, «собрать свыше двух миллионов пудов пшеницы и полумиллиона пудов картофеля, оставленных Азербайджаном имеется в виду». То есть, то, что сейчас мы видим в Карабахе, разрушение деревень и расхищение строительных материалов, вплоть до унитазов, оказывается, это стиль работы на протяжении века. Это было сто лет назад на территории Армении. Вот как Армения стала эмоциональна, господин Искандарян. Вот вы говорите, ну и что, что Армения эмоциональна? Я вам привел пример и сказал, что это не скит. Вот эта цитата армянского историка про годы правления партии Дашнаксу Цун, которую вы тоже считаете, что она обычно рядовая партия. То есть, как много здесь ответов на ваши вопросы. Три ответа. Вы говорите, Дашнаксу Цун, это обычная партия. Я здесь показываю, что нет необычной. Именно в их правлении они совершали эти этнические чистки. Я показываю, какими варжевскими способами они совершали этнические чистки и грабили даже вплоть до строительных материалов увозили. Да? И, наконец, третьих, мы ответили на ваш вопрос, почему Армения стала мононациональной. Документ показывает, как она становилась мононациональной. Так что, как говорите, ничего себе обычная партия Дашнаксу Цун, да? В царской России был грандиозный суд. В течение многих лет члены ее арестовывались. В конце концов, он был большой грандиозный суд. Было осуждено 159 человек при 80 слоях в 50 свидетелях. Я хочу показать грандиозно суда. Короче, в царской России партия была вне закона. В советской России в Советском Союзе партия была вне закона. Даже в независимой Армении Тер-Петрасям партию запретил. Она тоже была вне закона. Указ президента Республики Армении о временном приостановлении деятельности общественно-политической организации Армянской революционной партии Дашнаксу Цун. Принимая во внимание то, что внутри общественно-политической организации Армянской революционной партии Дашнаксу Цун была создана и действовала Тайная разведывательная служба, созданная по военному образцу, имеющая разветвленную сеть. Эта служба в Армении занималась разведывательной деятельностью, связанной с национальной, военной и экономической безопасностью республики. Участвовала в международном наркобизнесе по маршруту Бейрут-Ереван-Москва и других стран. Она создала незаконные экономические структуры, занималась вымогательством денег, рэкетом, организовала военные группировки и с их помощью организовывала раскрытые политические убийства и запланировала также ряд других террористических актов. Она в своей подпольной деятельности использовала Армянскую революционную партию Дашнакцутюн и ее дочерние организации, Армянский общенациональный союз по образованию и культуре, помощи Армянского креста, студенческий союз Арбеляна, официальные учреждения детского образования. Эта тайная служба была создана по указанию главного органа Бюро партии и действовала сведомо главного комитета этой партии Армении. Решаю для предотвращения дальнейших незаконных действий вышеназванной службы в целях безопасности граждан Республики Армения временно до установленного законом порядка решения этого вопроса приостановить деятельность армянской революционной партии Дашнакцутюн. И только такие террористы, как Кочарян и Саркисян, ее заново возродили, потому что они сами террористы. Поэтому, ну господин Скандай, ну вы же понимаете, что это необычно. Как бы ваши попытки описать эту партию, преподнести, как обычную партию, ну явно не получается. Вы все прекрасно знаете. У меня был товарищ, мы с ним учились пять лет, у него была замечательная мама, тетя Рая, армянка. И вот когда начались события в 88-м году, они поехали на три дня в Ереване, кстати, никто там не остался, сказал, что там невозможно жить, но это другой вопрос. Вот когда на митинге, на театре, она увидела партию Дашнакцутюн, она буквально сцепилась в них, представить, слепать. Тогда они только-только выходили из подполья, это был Советский Союз, она понимала, она просто подсознательно понимала, что это уже предвест небольшой крови. Вот она сцепилась, что убирайтесь отсюда Дашнаки, потому что она знала, что Дашнаки означает кровь. Таким меня воспитала моя мать армянка, понимаете? Я с детства помню, когда моя мама говорила в отношении, например, если поднимались темы национализма, я помню, в детстве она говорила, Дашнаки наши враги, да, она употребляла это слово, душманы. То есть проводилась параллель душманов и дашнаков. То есть у меня вот в детстве была такая ассоциация, Дашнаки это душманы. И здесь похожая история, да? Вы рассказываете про эту партию Дашнаки, как про обычную простую партию. Но посмотрите, вступление в члены политической партии, да? Это больше похоже на вступление в тайную террористическую организацию. Они приносят клятву на могиле, прикладывая руку к пистолету. Я бы еще мог подумать, что это присяга воинская, да, но хочу сказать, воинские присяги, господин Искандарян, они всегда приносятся вместе с оружием защитников Родины. А оружием защитников Родины таковыми являются автомат, карабин, меч, да, соблюдают традиции. Ну никак не пистолет. Но пистолет это явное орудие террористов, да, который можно спрятать за запазуху и выстрелить. Ну как классическое, помните, Каплан стрелял в Ленина и так далее. Так прикладывая руку на пистолет, вы считаете, что это обычная партия, вступает члены политической партии, надо на могиле прикладывать руку к пистолету, и это обычная партия, это же клятва отомстить, вы не понимаете, что это клятва отомстить. И убивали, террористов открыто это говорит, что убили несколько человек, три или четыре человека убили, потому-то он ее прекратил, ее существование. Так опять-таки вы что, не думаете, мы не видим, что происходит в армении, кого вы пытаетесь обмануть? Или вы думаете, армянский народ этого не видит? У вас такая экспортная, да, какая-то у вас политология, да, экспортная. Наши знают, но они промолтят, давай лучше обманем азербайджанцев. И вы все это называете именно азербайджанским мифотворчеством? Вам не кажется, что все ваше выступление сплошное мифотворчество? Ну, вы при всем вашем желании, ну, никак не получите назвать партию, которая таким образом принимает своих членов, свои ряды, назвать обычной нормальной партией. Это террористическая партия, да, и азербайджаном он национальным стал. Именно благодаря, в первую очередь, благодаря партии Дахшна Цу Цюн, которая осуществляла геноцид, не просто этнический чистый, геноцид, в результате которого Азербайджан стал мононациональной, извиняюсь, Армения стала мононациональной. Так что это не обычная партия, террористическая партия, которая должна отвечать перед законом. Цивилизованной стране, я имею в виду. Поэтому, если вы хотите, чтобы три республики на Южном Кавказе жили мирно, чтобы между Арменией и Азербайджаном не было проблем, надо начинать с объективной историографии и преподносить армянскому народу не то, что вы пытались сделать, а настоящую историографию, настоящую историческую науку, настоящую и все другие науки, все гуманитарные науки, у вас должна быть перестройка, безусловно. При всех минусах Пашиняна, к нам у нас, к Пашиняну у нас очень много претензий, но он первый, кто сказал правду, понимаете, первый, кто сказал, что надо перестать предъявлять соседям территориальные претензии. А есть силы, которые хотят, то есть он хочет, чтобы это есть, это же правильно, в этом случае Армении будет гармонично развиваться со своими соседями. Этот регион заживет нормальной мирной жизнью. Так что, мне кажется, перед вами открылись исторические шансы. Перед Арменией открылся исторический шанс. Стать не самой мультернационистической страной, как говорит известный в Армении представитель армянской общественности, молодого поколения. Не так, как говорит этот молодой человек, а стать нормальной цивилизованной страной, такие же, как соседи, и дружить с соседями, а не враждовать и предъявлять территориальные претензии. По-моему, это очень очевидно. Поэтому Армения должна быть не ультра-националистической страной на Кавказе, какой ее называет молодой человек из Еревана, а такой же нормальной страной, как ее соседи, не предъявляющей никому территориальных претензий, гармонично развивающимися странами. Надо присоединиться ко всем проектам, а то поезд, как говорится, уйдет, а вы будете все продолжать, вдогонку поезда кричать о каких-то территориальных претензиях. Но вас никто не услышит. Мяч на вашей стороне, господин Скандарин. А если вы не помните, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok